Всем привет! С вами Татьяна. Сегодня 10 ноября. Очень сильно похолодало у нас. Два дня буквально лили дожди. До этого у нас уже была минусовая температура. И очень-очень было холодно. Но сегодня, обещают, ночью уже ниже минус пяти. Смотрите, до этого времени как я укрывала гортензию. О гортензии я и хочу поговорить. Как я подготовила ее, а теперь уже укрою до конца. Значит, в самом начале я оборвала все листья, но не полностью. Как видите, снизу. И там вокруг положила хвойные. Можно хвойный опад, сосновый опад. В общем, хвойный опад любой. Либо веточки. Рядышком у меня здесь хвоя, как говорится, можжевельник такой. И его подстригаю. И всегда прикрываю гортензию свою. Смотрите, теперь же что нужно. Цветоносы я половину убрала, половину не убрала. Но их, конечно, можно убрать. Просто, чтобы такой вид не портили. Но они не помешают зимой. Они даже будут сохранять верхние почки, если вы не уберете. Но я убираю. Все равно я их сейчас обстригу. Просто мне одной рукой неудобно будет отстригать. Я их обрежу. Но обрезать их надо, смотрите, чтобы все верхнее осталось. Сейчас я... Вот смотрите, вот так поближе. Вот видите, вот здесь я обрезаю, где они расходятся. Вот на самой верхней почке, чтобы все ниже сохранились почечки. Потому что они на самых-самых верхних будут цвести. Поэтому обрезать очень аккуратно. Не надо там 20-30 сантиметров, как многие путают, сметельчато их можно покороче обрезать. Эти вообще не обрезаются. Это крупная листная гортензия, и она на зиму не обрезается. Единственное, я же говорю, только цветоносы можно вот так вот убрать, и все. Вот он. Ну, они уже высохли, я так не... Только надо ножницами, я так не обрежу. Теперь, значит, что я еще... Вокруг нее я поставила вот такое вот... Вот, видите, вот такой как бы купол сделала ограждение. И вот здесь вот сначала внизу подготовила все это, чтобы оно уже... Игроспаном, чтобы защищено было от ветров. Вот. А сегодня я теперь на этот купол... Да, и до этого тоже дожди были, но я набрасывала только чисто пленку. Я вот так набрасывала, понимаете? Здесь я закрыла гроспаном внизу, а здесь чисто пленкой делала. Теперь же я накрываю все, потому как будет очень-очень... Ну, мороз ниже пяти, это уже, значит, надо ее защитить на сегодняшнюю ночь. Ну, не только на сегодняшнюю ночь, вообще. Вот. Но перед этим, значит, я убираю листья. Они уже сами, смотрите, морозы первые прошли, их уже убирать, как говорится, уже ничего сложного нет. Они просто сами уходят. И вот буквально раз, и все, они сами уходят. Уже все. Да, листья, чтобы туда не попадали. Почему убирают листья? Если они внутрь попадут на все эти стебли, на корень, и в мороз эти листья замерзнут, понимаете? Они не высохнут, они замерзнут. А чуть-чуть оттепель, и уже эти листья дадут влагу на все эти ветки. И так гортензия, пока пройдет зима, она, конечно, может полностью спреть, замерзнуть, спреть. Вот. Поэтому, конечно, листочки все надо убирать. Обязательно. Вот. Ну, а теперь я покажу, как я теперь... Вот здесь вот сейчас я агроспан одену. И сверху, опять же, будет у меня пленка. Обязательно надо пленкой, чтобы никакой сырости вовнутрь у нас, чтобы было все сухо. Это самое главное условие. Значит, перед зимой мы там ее подкормили обязательно калием и фосфором. У меня там было видео. И, конечно же, я еще обработала, опрыскала железный купорос с карбамидом. Обязательно накормила в зиму железным купоросом. Железом. Ну, смотрите, я взяла ножницы. Вот. Вот. Обрезать просто мне одной рукой не нужно. Но я вам покажу, что только верхушку вы срезаете сейчас, чтобы она у меня... Вот так. Все. Не больше. Неудобно. Вот так. И все. Ну, вот. Смотрите, я накрыла ее сейчас спонбондом теперь сверху. Между сеткой и вот этими дугами. И она ни сюда не падает на сам куст. Ни туда. Потому что там сетка. А сверху еще мы накроем вот здесь. Конечно, пленкой. Чтобы не промокало. Видите как? У нее там сухо. Вот кустик. Он в сухом. Он чуть-чуть слегка. Я его только связала слегка. Лишь бы только... Ну, чтобы до самого же большой же куст. Чтобы он не упирался никуда со своими хвостиками. И так он будет всю зиму. Смотрите, на всякий случай. Даже у меня есть там хвойные веточки. Я утеплила. Но на всякий случай по краю я положила спонбонд. Для чего? Когда будут сильнейшие морозы, я прийду, открою немножко. И этот спонбонд натяну сверху кустиков. Но если будет не минус 5, а не минус 10, а еще ниже. Тогда, конечно, нужно будет еще немножечко ее как бы утеплить. И все. Но если будет до минус 10, уже все. Вот этого укрытия предостаточно. Вот такая нехитрая схема. Все. Вот сейчас я ее закрываю вот так вот полностью. Вот. Она получается между этими дугами и между сеткой спонбонд. А пленка уже пойдет сюда. Вот так вот сверху прям накрою такой колпак. И все. Ну, потом покажу. Вот и все. Я вам показала полностью, как нужно укрыть. В любом регионе это спасает. Не надо пригибать ветки. Не надо. Вот они все почки живые. И я даже зимой иногда, если оттепель, я открываю, смотрю, они все живые, зелененькие у меня почки. Видите, я обрезала. Вот одна тут осталась. Но ничего страшного. Все листья в основном я обрезала и убрала оттуда, чтобы там опада не было. Ни в коем случае. Ну, вот на этом и все, наверное. Покажу, когда пленочка еще прикрою сверху. Все. Таким образом гортензия наша защищена. Она в сухом укрытии. Ей здесь хорошо. И сверху пленка. То есть она и от ветров защищена. Но в то же время, если оттепель, она спонбон пропускает кислород, она там не будет преть при оттепелях. И сейчас пленочку сверху накроем. Сверху всего. Вот так. И все, закрепим, чтобы ветер не сдул пленочку вот здесь. Все. Таким образом укрываю я гортензию уже много-много лет. Ну, вот и все. Наша гортензия красавица защищена. И зимой мы знаем, что она у нас не замерзнет. А всего-то надо там 2-3 метра этой сетки. Но упругой. Потому что спрашивают, как вы ее закрепили. Да никак не закрепляла. Она просто стоит на земле и все. Если можно, есть возможность, 2 кольца. Тогда вот эта пленка пойдет не сверху, а там между. И все. Несколько труб там, чтобы сделать этот купол. Что у вас есть? Главное, чтобы купол был. Чтобы снег, дождь, все стекало. Чтобы ничего вовнутрь не падало и не прогибалось. Все. Вот и все. Будут вопросы задавать. Может быть, я где-то что-то забыла сказать. Ну, если что-то будут вопросы, то задавайте всем пока-пока. Чтобы ваши гортензии все очень хорошо перезимовали.